Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин, а со мной на связи российский политолог Аббас Галямов. Здравствуйте, Аббас! Здравствуйте! В Российской Федерации прошли парламентские выборы, выбирали также в некоторых местах глав регионов. К этим выборам было приковано много внимания. Еще до того, как они прошли, много было различных комментариев и предположений о том, как все это будет, правильно или неправильно, что они будут вестись три дня, нужно ли умное голосование, зачем нужно электронное голосование или так далее. Обсуждений было много. В том числе, своими прогнозами делились и вы на различных платформах. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда выборы прошли, результаты известны. Ваши предположения и ожидания совпали с результатом? Ну, в основном да. Смотрите, я с самого начала обозначал некие развилки. Я говорил о том, что, с одной стороны, очень многое указывает на то, что власть попытается в максимальной степени сфальсифицировать результаты и попытаться захватить конституционное большинство. Но я же сам и говорил, что я не могу полностью исключать того, что она попытается, может снизить, так сказать, планку своих притязаний. То есть, не будет уж столь откровенно перерисовывать результаты относительно реальных общественных предпочтений для того, чтобы не делегитимизировать себя в дальнейшем. Понимаете, реальный рейтинг Единой России колеблется сейчас в районе 27-28%. Когда он был выше 50, и власть захватывала конституционное большинство, ну, в этом была какая-то логика. Тогда все-таки, ну, конечно, понятно, были фальсификации, было выдавливание из политического поля несистемной оппозиции, далеко не всех кандидатов регистрировали и так далее. Но в целом власть опиралась на, все-таки, на абсолютное большинство граждан. Я имею в виду на цифру, цифра была выше 50%, да. И это было не совсем демократично, но в этом была логика. Большинство правит, власть правит от имени большинства. А сейчас, когда рейтинг там к четверти уже подходит, да, то есть три четверти людей не хотят Единую Россию, ну, в этой ситуации снова захватывать 75% мандатов, ну, это уже откровенно нарываться на неприятие, да. И ведь история же не заканчивается сегодня, да. Если думать о легитимности, в долгосрочной перспективе о легитимности системы, о том, чтобы не плодить антисистемные настроения, такие революционные настроения, да, по сути, ну, конечно, лучше было бы им там все-таки взять меньше половины мандатов, да. В конце концов, остальные партии, которые прошли в Госдуму, ну, можно с ними выстраивать какие-то коалиции, договариваться, да, то есть они все равно не революционеры. Понятно, сложнее будет, да, управлять политическим процессом ситуации, когда ты не можешь, так сказать, вот так по шелчку пальцев, знаете, там, заставить 75% депутатов голосовать так, как ты хочешь. Конечно, сложнее все делается, но зато сама система становится легитимнее, да, то есть какое-то значительное количество людей видит, что их интересы представлены в парламенте страны, ну, и, соответственно, призывы несистемных оппозиционеров вроде Навального и его соратников, так сказать, выходить на улицы, переходить к революционным методам борьбы, но они не найдут отклик, вот, в сердцах этих людей, то есть сложнее проложить будет революционерам дорогу к сердцам большинства, да, когда большинство чувствует, что его интересы в парламенте представлены, да, а вот в ситуации, когда люди видят, что они, единороссы, опять контролируют 75% мандатов, при том, что их реальная популярность там 25%, ну, конечно, эти люди более внимательно будут прислушиваться к Навальному, когда он говорит, что нет, путем выборов эту власть не поменяешь, только улицы, да, ну, и, по сути, власти, ну, сейчас плодят протестное настроение. Я вот тоже, я не исключал, что они, ну, об этом тоже думают, да, и поэтому, может быть, они все-таки предпочтут действовать более тонко, более изощренно, пойдут более сложным путем, потому что в стратегической перспективе он более правильный, но они предпочли пойти, как и раньше всегда это делали, путем таким более простым, понятным, значит, примитивным, да, просто тупо сфальсифицировали все, и опять взяли, значит, 75% мандатов, делегитимизировав систему, значит, ну, очень сильно, да. Я в одном из регионов проводил опрос общественного мнения в рамках, ну, компании одного из кандидатов, который консультировал где-то в июне, значит, в том числе я задал вопрос, значит, вопрос, сейчас вспомню, звучал так, как вы считаете, эти выборы будут честными или нет, значит, вариант, они будут абсолютно честными, выбрало 10% респондентов, это был такой более-менее типичный регион, не глубинка, не консервативный, мегаполис, да, но не Москва, так сказать, то есть не революционный, вот, значит, 10% только сказали, что выборы будут абсолютно честными, порядка, если не ошибаюсь, 41% сказал, что нарушения будут, но они будут не очень значительными, да, но большинство, 44%, ну, относительное большинство, да, не абсолютное, но относительное, сказали, что выборы будут абсолютно сфальсифицированы, практически, ну, или там формулировка, выборы будут сфальсифицированы в очень сильной степени, вот так, и, значит, это было в июне, да, вот, и я думаю, что если бы я сейчас этот опрос провел там же, то процент людей, которые сказали, что выборы были сфальсифицированы, вырос бы очень существенно, большое количество наблюдателей, они сделали свою работу, надо отдать им должное, они зафиксировали значительное количество нарушений, все они были выписаны в информационное пространство, и, в общем, общество, конечно, увидело, что победа эта украдена, что власть и парламент нелегитивны, вот, чего добился Кремль в результате проведенной спецоперации. Понятно. Скажите, пожалуйста, сейчас после выбора сложилась достаточно оригинальная ситуация, которую трудно себе было представить, там, в 96-м году, я имею в виду, что либералы и оппозиционеры оказались по одну сторону баррикад с коммунистами. На ваш взгляд, это долгосрочный союз, ситуационный, или это вообще не союз? Нет, это, конечно, союз, вот сегодня опять, например, очередное действие, буквально пару часов назад оппозиционеры как коммунисты, там порядка 5-6 оппозиционных коммунистических кандидатов, да, включая и лидеров компартии, таких как Раскин, секретарь московской коммунистической организации, Обухов, главный партийный политтехнолог, да, и еще несколько человек объединились с кандидатами либеральными, там, Яблочники, Новые люди, да, значит, Летенович и так далее, и объявили, что они вместе в субботу будут, значит, организовать какую-то уличную акцию. Позавчера коммунисты уже по горячим следам на Пушкинской площади мероприятие провели, Рашкин его организовал, вот Московский горком организовал это мероприятие, и там выступала Летенович, который, ну, либерал такой классический, когда была на этих выборах, она выдвигалась от Яблока, да, они там скандировали Навальный, Навальный, вся площадка кричала Навальный, вот, поэтому этот союз уже очевиден, и я думаю, что власть, конечно, будет его пытаться разрушить, вот сейчас они в парламент закон Димы Яковлева, значит, поправки в закон Димы Яковлева внесли, да, с надеждой, что коммунисты окажутся по одну сторону баррикад с единороссами, да, и, соответственно, либералы будут в них разочарованы, но, тем не менее, в целом, я думаю, что до конца режима теперь этот союз будет существовать, конечно, будут там и взлеты, и падения, будут моменты разочарования, конфликтов, но объективно сама ситуация их подталкивает в объятия друг друга. После того, как режим будет свергнут, да, тогда начнутся опять у них познагласия, конечно, они будут там каждый свои пути дальнейшего движения вперед предлагать, да, но пока общий интерес очевиден, противостояние все более репрессивному режиму. Нет, просто представить себе площадь, вот как вы сейчас описали, митинг, на котором либералы и коммунисты вместе кричат «Навальный», ну, это достаточно трудно себе было представить, сейчас совсем недавно. Но позавчера это было. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы упомянули внесение проекта закона, так называемого закона Димы Навального, да, прошу прощения, я не огорелся, Димы Яковлева, то есть его хотят расширить, вплоть до того, чтобы вообще из-за границы не могли усыновлять детей в России, если я правильно понял суть закона проекта. Так вот, смотрите, законопроект, закон сам по себе более широкий, там речь не только о детях идет, там речь идет о, значит, большом спектре всяких, так сказать, наказаний, да, включая запреты на въезд и санкции персональные, да, значит, против граждан США, а сейчас вносятся поправки, что, дескать, они, какая мотивация, дескать, не только американцы же наши враги, там много где есть, поэтому давайте вообще всех иностранцев пропишем в законе, чтобы мы могли, значит, всем запретить все. То есть закон сам не, он не только о детях, об усыновлении детей, усыновление там только один из пунктов. Да, так мой вопрос заключается в чем? Я оговорился, поэтому не успел высказать свою мысль. Он, вот, предлагаются эти поправки для того, чтобы действительно их провести или, как вы сказали, вот просто рассорить коммунистов и либералов? Так одно другого не исключают, то есть они и поправки проведут и попутно попытаются рассорить коммунистов с либералами. Понятно. Я хочу вернуться к началу нашего разговора по поводу того, что ожидалось и что произошло. И вы привели этот пример того, что в одном регионе сколько людей считали, что выборы будут сфальсифицированы. Вот теперь, когда выборы уже прошли, насколько это будет мощный урок для людей к будущим выборам? Я почему спрашиваю? Потому что накануне выборов такие основные разногласия в стане тех самых либералов-оппозиционеров шли между вопросом вообще идти голосовать, не идти голосовать. И вот сегодня люди в интервью говорят, да, каждый раз я обманываюсь на этом, что если я не пойду, то пропадет мой голос, лучше я пойду, а меня снова обманули. Так потом это опять повторится, на ваш взгляд? Ну, смотрите, есть такое понятие, как износ материала, да, и вот по мере эксплуатации этого материала, да, там в нем появляются такие, ну, можно сказать, микротравмы, что ли, да, значит, какие-то микроповреждения, которые, каждая из них в отдельности, оно не является, так сказать, для материала смертельным, да, но в какой-то момент их накапливается столько, что характеристика самого материала меняется, да, и после этого он, ну, с ним что-то происходит, да, там ломается он и так далее. И вот тот факт, что раньше, дескать, люди, вот, вели себя определенным образом, а потом, значит, снова возвращалось все на круги своя, да, это абсолютно правильный диагноз, вы правильно говорите? Конечно, да, не первый раз все это происходит, да, но в целом фон же меняется, да, то есть есть очевидное изменение отношения общества к власти, к системе, к политическому процессу, да, и все это выражается в совершенно конкретных цифрах рейтингов, да, вот я уже упоминал, что рейтинг Единой России сейчас в районе 27%, но он так низко никогда не падал, да, и показатели одобрения деятельности Путина только за последние три месяца упали где-то процентов, процентных пунктов где-то на 6-7, да, значит, да, 7-8 даже, я на данный Левадо-центр ссылаюсь, ссылаюсь, то есть общий износ материала идет, да, делегитимизация системы продолжается, да, и поэтому в будущем, да, протестная волна будет все более сильной, да, и, возможно, следующую протестную волну властям тоже удастся загасить, да, тогда придет следующее, еще более сильное, ну, и рано или поздно они потерпят неудачу, условно говоря, когда власти подавили революцию, российские власти подавили революцию 1905-1907 годов, да, ну, они справились с недовольством, да, но значит ли это, что впереди их не ждал 17-й год? Нет, не значит, впереди был 17-й год, мы сейчас это знаем, да, поэтому сейчас Россия движется к своему новому 17-му году, вот и как. Понятно. Аббас, большое спасибо, что нашли для нас время за ваш комментарий, всего вам доброго. Спасибо, до свидания. На этом все, напомню, что с нами на связи был российский политолог Аббас Галямов. Всего доброго.